короче ребята смотрите какая красота вот тут внизу это село гунип называется а мы сюда приехали не просто так а в гунипскую крепость она находится где-то здесь пока не знаем сейчас пойдем смотреть зацените вид отсюда все зигзаги 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 вон там центральная площадь это виды как интересно смотрите слои земли волнами прям вот горные овцы там идет камни вроде яблоки нападали которые хотят видно похмелиться восторнитесь они вообще без башни здесь люди живут гунипцы привет вам если кто будет смотреть в общем вот она гунипская крепость мы сейчас поднимемся на самый верх я отдышусь и немножко вам расскажу историю крайне все что я расскажу я нашел в интернете шоу посмотрел вооруженный сотрудник опять у нас подъем опять у нас наверх путь если проголодались вот тут есть хита фрукты интересно их можно есть семён что такие слова на высоте полторы тысячи метров над уровнем моря находится село гунип в общем всего находится за этим холмом внизу там климат здесь довольно мягкие то ладно нахожусь я у гунипской крепости в общем ребята вот она с низов начинается вот до сюда доходит здесь такой круг то есть осмотр на хребте находится я понимаю вот он хребет идет вот он хребет крепость в общем наблюдатели можно наблюдать на одну сторону можно смотреть на другую сторону гунипская крепость является частью укрепления гарнизона русской армии строительство которого началось девятнадцатом веке в результате завершения кавказской войны крепость в разрушенном состоянии интерес у туристов не пропадает в республике дагестан уникальное сооружение повидавшиеся за свою историю не одну битву крепость расположена в окружении горных вершин гунипском районе история сооружения непосредственно связано с событиями кавказской войны которая продолжалась на протяжении практически всей первой половины 19 века до лезем на хребет вот сюда получше видно вот наши любимые березы даже здесь на высоте это очень живописное место с прекрасной природой также она наполнена история тем кто любит путешествовать особенно предпочитает исторические здания и памятники стоит посетить это место сама крепость вот она вот она там начинается и понемногу поднимается на хребет от нее осталось только вот эта стена в общем сама крепость была возведена русскими солдатами для применения в качестве укрепления построили ее в годы кавказской войны считается что именно тут закончилась эта многолетняя битва когда имам шамиль добровольно отправился в плен за что русские пообещали не убивать его и его семью это горная местность гунип располагается на вершине высотой которая над уровнем моря составляет 1 и 6 тысячи метров наверху есть смотровая площадка вид с которой просто великолепен здесь живописная природа воздух чистый что невозможно надышаться на территории этих гор находится ботанический сад где туристы имеют возможность ознакомиться с большим количеством редких растений в этом месте удается по-настоящему расслабиться отдохнуть от суеты очистить свои мысли побывать наедине с природой любителям истории понравится то что в гунибе очень много памятников посвященных кавказской войне все мы короче будем спускаться вниз и поедем куда-нибудь еще время есть желание есть ничего ты тебя можно погладить можно в кого из вас еще можно погладить вот быча растоит интересно быка можно погладить не лучше корову вон это какая красивая корова о чё замерла да смотрите какую окраску коровы интерес корова ты красивая бычок еще один это далматинец в общем там дагестанец гонит лошадей в гору лошади не успевают он их догонит в общем а мы остановились на таком месте прекрасно здесь снизу сейчас я вам покажу секет речка там подвесной мост правда он развалился а завтра с утра мы отправимся с вами вот туда на вершину если присмотреться там виден заброшенный аул село не знаю как называть в общем давным-давно там люди жили но потом они бросили его и не так давно там один житель дожил доживал да в общем завтра мы отправимся туда с первыми лучами солнца потому что народу здесь странно очень много наверно здесь где то есть может какой-то отель или что то такое потому что машин здесь туалеты беседки в общем все такое мы думали здесь более так брошено все забыто а нет оказывается популярное место много здесь мин мин и здесь корови повсюду потому что коровы гуляют где хотят короче вот так ребята сейчас мы будем отдыхать в общем подготавливаться ко сну греть кашку кушать в общем все будет здорово желаю вам всего хорошего увидимся увидимся